В душных коридорах уже яблоку негде упасть. После заявлений замминистра образования с раннего утра мамы потянулись не в республиканское ведомство, а именно сюда, вместе с детьми. Терпеливо ждут своей очереди и папы военнослужащие. Новая электронная система сдвинула их детей. Теперь они уже не льготники, а на одной позиции со всеми. У кого-то ситуация еще интереснее. Мы до распределения майского были 499-й, сейчас у нас 3000-я очередь. Я позвонила в МФЦ, и там мне сказали, что мы передвинулись почти на 2500 назад. Хотя я уже планировала в этом году отвезти ребенка в садик. Вот пришла разбираться в комитет по образованию, что это вообще невозможно. Как заверили в городском комитете по образованию, по телефону персональные данные давать никто не может. Вот и приходится мамам приходить лично и буквально штурмом брать кабинеты. Чтобы узнать про место в очереди для своего ребенка, нужно сначала отстоять приличную очередь здесь. Я с 12. То есть больше двух часов стоите? Ну да. У вас очередь сдвинулась или какие проблемы у всех? Да, на 400 человек вниз упало. По логике очередь должна была продвинуться. Но новая система от Минобраза выгрузила данные автоматически, которые почему-то с реальностью не совпали. Мы созваниваемся с представителями Минобраза, на что, естественно, говорят о том, чтобы мы собирали данные, чтобы мы поднимали архивные данные и уже восстанавливали точечно, по-человечно людей в очереди на ту позицию, на льготу и так далее. То есть вы подтверждаете, что это недоработки Минобраза? Я так понимаю, что это именно ошибки, которые выдает новая система технические перегрузки. Когда новая система заработает как надо, в Минобразе ответить не могут. А пока разгребать электронные недоработки приходит специалистам Комитета по образованию. Родителям же детской очереди остается дожидаться во взрослых очередях. Мария Латшо, Сергей Костенко, Новости дня.